Продолжаем экспромт. Соль-Бмоль мажор у ПС-90 Шуберта. Средняя часть, да, у нас ми-Бмоль минорная, довольно развернутая. Значит, смотрим, смотрим вот этот момент переходок после первых трех тактов ми-Бмоль минор, переход к следующему ми-Бмоль минор. Вот этот момент нас должен интересовать. Немножко аппликатуру сейчас посмотрим. Мы сейчас смотрим редакцию Гизикинга. Вот Гизикинг здесь предлагает первый палец, первый палец и здесь пятый палец, да, то есть он имеет ввиду вот такой вариант в правой руке. Момент, первый палец он предлагает сюда, и потом пятый палец сюда. Я не уверен, что это можно так, но я думаю, что есть другой еще вариант аппликатуры, который я предпочитаю. Почему? Первый палец здесь меняет ситуацию, она... Я сохраняю здесь второй палец. Второй палец. Сохраняю. Причем, это вот вместе очень важно сыграть. Вот прям не бояться. Здесь вот нона, а здесь септима. Да, понятно, что это быстро, но все равно... И здесь я... И здесь я откровенно играю по нижней дуге, связываю, конечно, вот так вот. Но играет третий палец. Так, чтобы это еще выразительно, чтобы эту восьмурочку еще пропеть. Значит, это... Кстати, вот это симоль. Смотрим нотки. Теперь на руки. Второй, третий. Вот такой вариант. В отличие от Гизикинговского, который предлагает... Вот это вот... Для меня тяжело. Здесь какое-то, получается, смешение функций из этого первого пальца. Это фактуры и мелодии. Поэтому я предлагаю оставить вот легкий второй здесь. И здесь сыграть... Даже вот можно сыграть удвоенным. Вторым, третьим можно даже удвоенным. Вот это... Да, ну и пошли дальше. Форте. Форте относится к краям и не относится к фактуре. Вот я играю форте. Сейчас все смотрим из педали. Я откровенно пианистом продолжаю играть фактуру восьмушек. Но при этом она... Интонируется все время. Вообще, можно сыграть это... То есть можно проинтонировать эти... Отдельно. Посмотреть эти восьмушечки отдельно. Что вообще полезно. Ну, ладно. Очень важно. Это до бемоль с черточкой. Не просто... То есть вот такая... Такая приемка. Обязательно взять так себе моль. Безударно, но глубоко. Так, чтобы надолго хватило. Чтобы мы услышали себе моль здесь, и чтобы еще было слышно, да. Чтобы эту нону услышать, да. Все вот они связи клавиатуре. Вот какая. Вот давайте послушаем вот эту... Вертикаль. Она особенная. То есть это такой вот нон-аккорд очень-очень определенный, да. Не пропускаем его. Есть себе моль, есть себе моль. Смотрим все время. Что видим в нотах, что... В чем принцип игры без педали пока, да. Посмотрим еще педали. В том, чтобы все, что видно в нотах, было в руках. Вот я... Вот я пришел сюда, и у меня все, что видно, есть себе моль, есть ре, все. То есть это называется гра на грифе, да. Очень важный трель. И он написал выход на шлак тридцать вторыми. Еще де крещендо, и нужно прийти к пьяну. Здесь... Здесь форто такое с болью. Диминуэндо. Вот, кстати, очень хорошо де крещендо вот это использовать для того, чтобы немножечко поднырнуть всеми голосами под это себе моль басовое. Здесь берем основательно... Почти... Можем... Даже почти субито до крещендо сделать, да. Такое... Уйти. Вот. Вот я поднырнул, и себе моль осталось. Ой, почти. И вот мы пришли к форте, да. Почти к пьянисима. Что они... Какой выход из стрелия? Значит... Или такая... Вот такая. На двуной репетиции. Мелкая. И потом... Ля-ра-ри. 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 Ти-ри-ри. С чутким вторым пальцем. Да. И... Очень быстро и одновременно нежно. Вот в чем дело. То есть нельзя делать так. Нельзя в шестнадцатый превращать. Это именно быстрое. Быстрый, при этом нежный... То есть очень тихо и очень горячо надо сыграть эти две тридцать вторых. Это особая задача. На двери. Еще раз сначала. Так-то. Чтобы у нас все было. Ушли. Вот. И продолжили. Вот здесь связь. По нижней дуге. Хоть и пятый. Пятый. И пятый. Но пятый, пятый, пятый по нижней дуге. То есть связываем. Связываем. Вот я держу и почти сразу пятый палец у меня здесь без разрыва. То есть я не полагаюсь ни в коем случае на педальную связь. Все сделал руками. Педаль будет само собой. Вот связал. Еще раз. Послушайте. Да. Кстати. Чуть ли не единственный случай, по-моему. По-моему, чуть ли не единственный случай появления двойной ноты в фактуре восьмых. Обратим на это внимание. Я пока не вижу других параллельных случаев, когда появляется кварта. Вот это. Еще надо будет посмотреть. Но вот сейчас вот я обратил на это внимание. Сейчас не могу припомнить, что здесь есть. Есть еще двойные ноты в фактуре. Смотрим. Смотрим, смотрим, смотрим. 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 Именно в фактуре двойные ноты. Я имею в виду восьмых. Ну, то есть в фактуре восьмых. Пока не вижу. Пока не вижу. И перед этим, перед этим. В восьмушках. Нет. То есть у нас, получается, единственный раз. Сейчас смотрим, 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 смотрим. Вот не вижу. Да. Получается, у нас единственный раз именно вот этот особенный случай. Вот этот особенный случай, когда появляется двойная нота в правой руке в фактуре восьмушек. В внутренней фактуре, да. Вот это. И это не нужно показывать, но это нужно отдавать себе отчет. Вот это. Что это уникальный случай. Добавим к этой артикуляционной лиге, добавим, как мы уже сказали, еще внутренние парочки. Но это не значит, что отменяется лига на четыре. Да. Та же. Вот я играю. Вот. Заново беру. Я играю по парной, и при этом играю еще и на четыре, да. Вот она, эта кварта. И здесь пианисима. Особенная. Нежная, трагическая пианисима. Здесь. И гениальная альтерация. Фа бемоль. И вот это замечательная вот эта лига. Вот это одновременно и артикуляционная, и фразировочная лига, которую нужно сделать вот таким образом. Вот я сыграл, и вот перевел сюда. Да, вот такое движение. Редкий случай. Обычно вообще нормально можно заново взять, да. А здесь красиво написано вот так. Прям вот так, да. Вот так, да. Вот. То есть я сыграл фактуру, бросил ее и перевел. То есть у меня в этот момент, вот в этот маленький момент, у меня еще звучит одинокая вот эта рэ бемоль. И я его перевожу. Вот она. То есть это какое-то микро-микро-время, когда у меня рэ бемоль звучит одиноко. Одиноко. Вот она. Вот, вот. Вот здесь очень важно ми и рэ бемоль. Кстати, обратите внимание на артикуляционную лигу. Связывает по две. Потом, хотя идет к до бемолю. Опять фаби-молин связывает по две. К вопросу. Все лиги, которые здесь написаны, все артикуляционные, обратите внимание. Что не мешает непрерывной фразировке затактового характера, да. Вот такая. И это не с Шубертом связано, а с самим мышлением. Артикуляционным ритмом, артикуляционным мышлением европейской музыки. Где лиги часто обозначают двойственные связи. В отличие от фразировочных лигий, которые обозначают одноуровневую связь. Однозначную. А артикуляционные лиги дают двойственные связи. То есть обостряют непрерывность на самом деле, да. И при этом обостряют артикуляционную ясность. Почему так важны для нас артикуляционные лиги от баха до Шостаковича, да. Потрясающе, да, здесь вот этот до бемоль-мажор, да. Вот такая артикуляционная лига. Понятно, что вот эта ра бемоль идет в эта ра бемоль. А лига артикуляционная. То есть выход из лиги двойственный. Вот по лиге сыграно, по лиге сыграно. Вот я по лиге играю. Да. Можно четвертым, можно пятым. Четвертым хорошо, кстати. Четвертым пальцем здесь хорошо. Вот лига. Да, и заново берем. Да, вот этот четвертый палец, вот он двойственный и есть. Он и разрешает, и одновременно устремляется к следующему. Да. И здесь тоже внутри четырех пары. И здесь. И пришли. Момент замечательный, утверждение до бемоль-мажора. Вот появление вот этого ананчельного голоса. Очень важно. Полифоническое мышление. Не просто квинта, а полифоническое квинта. Ой, что я плюхнул, видите? А здесь три пьяно. Ага. Три пьяно таинственные. Вот такие. И еще более таинственные. Вот эта альтерация. Мало того, что здесь три пьяно. Здесь еще. Тише. Вот это, конечно, потрясающая альтерация. Очень важно. Очень важно вот это четыре на три. При этом нужно оставить обязательно к клещендо. Относится к иланчелли, к нижнему голосу, а не к фактуре. альтерация пианистин пришли сюда да и вот здесь и вот конечно замечательно что второй раз друг другая во второй раз то есть первый раз альтерированы во второй по второй раз натуральная ступень вот это и уменьшенный здесь и идем дальше идем дальше трагическим событием уже опять м моль миноре до к середине в средней части идем и вот такое восхождение все восхождение кажется кажется что мы чтобы к небу восходим да и стремимся к небу здесь вот это и вдруг какая страшная боль здесь вот это превращение восхождение буквально лестницы иакова в ми и вдруг такое страдание здесь человеческое неожиданное да опять же форта относятся ко всему кроме крайним голосам кроме фактур восьмых очень важно вот я играю ля бемоль играю плотно а это легко да очень важно что это синкопа та и синкопа соль фа синкопа синкопа то есть не таром тиром пиром как можно было подумать а та это разница да ти синкопа тир синкопа тир и синкопа мы слышим где обязательно вот день вот здесь да здесь вот здесь синкопа то есть две раз раз вот кстати мы вручим элемент элемент сарабанного ритма кстати внутри вот этого маленького вот этого маленького то ну да получается вот такой сарабанда и ритм у нас ни в коем случае не шуметь с восьмушками они как были как они были да вот пианисима так и даже остаться причем интонированные тара гирана 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 да да это непросто синкопа это очень важно вот это все показываю без педали пока да да вот такая лига на весь такт но она артикуляционная и внутри нее выписываем по парам что не отменяет большую лигу да можем добавить еще по четыре что не противоречит логике шуберта как мы уже убедились да вот этой логике да здесь кстати тоже можем добавить вот такую очень важно а фактуру в правой руке остается на пианисима все выбираем все на клавиатуре выбираем без педали да еще раз прям буквально работа без педали заставляет нас всю фактуру предельно внимательно играть и близко все опять появление октав появление октав здесь важно поддержка как бы контрабасами но все равно идет средний этот гул скатся средним поэтому если это отпускаю бас отпускаю бас отпускаю бас отпускаю бас в последний момент а здесь наоборот отпускаю первый палец и перевожусь сюда то есть это полифония выписанная полифония да в басу и смотрим ноты вот этот момент отпустил бас отпустил бас но не первый палец отпустил да полифония сохраняется это двуголосие двуголосие друзья а не просто октава потом триоли октава потом триоли да по разному голоса себя ведут да пиана дылья вот здесь трель появляется вот вопрос в том как ее играть с нахшлагом или нет не написан нахшлаг то есть или так или все-таки да с нахшлагом красиво то есть можно и так и так выбираем нахшлаг мне нравится по звучанию иногда я отказываюсь от таких вещей но в данном случае мне кажется это красиво вот вот то есть я беру вот этот вариант на той же ноте кстати да на ребикаре только на ктаву ниже вот я беру этот вариант он здесь у Шуберта не выписан не выписан просто половинка и трель но мы можем выбрать этот вариант который у него был здесь да то есть с нахшлагом ну здесь соответственно тоже внутри большой лиги пары что не отменяет большой лиги не отменяет четверок да три уровня да вот 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 одно из ключевых мест вот это появление этого до бемоля глубокого трагического и вот это посветление в мемоль мажор и обратите внимание что здесь тоже полифония выписана октава это голос а лига это то что у нас в среднем голосе в правой руке полифонично композиторы мыслят это связано с поведением руки не просто со слухом вот я да я отпускаю отпускаю и перевожу перевожу вот этот голос то есть это с конкретным поведением пальцев и руки да а не просто услышь там что-то делаю одно дело услышать другое дело что делают руки да на грифе так сказать да вот я вот я отпустил соль чуть пораньше и перевел соль фа вот вот это мемоль мажор конечно один из самых пронзительных ностальгических отнюдь не радостных то есть сияющая радость с каплями крови какие вернее такой восторг который одновременно является прощанием вообще у Шуберта это состояние прощания почти постоянно да вспоминаем это выражение Томаса Манна гений Шуберта осененной смертью вся полифония да вот здесь я кстати играю подчеркнуто 4 не делю на пары а вот здесь кстати вот Шуберт пишет Шуберт пишет фразировочную лигу а мы можем поскольку у нас были аналогичные случаи мы можем добавить артикуляционную и написать вот здесь вот так вот здесь случай дополнительности фразировочной лиги и артикуляционной которую добавим потому что движи если мы сыграем вот эту соль артикуляционную то есть двойственно с черточкой на выходе то мы получим с точки зрения логики получим правильную фразировку а артикуляция сохраняется двойственная вот его и я заново беру и здесь вот она кстати вот она вот я собственно вот эта артикуляционная лига вот я ее здесь играю ну и той самой тембр тембр шар особенно вроде бы мажор а оказывается минор ля бемоль минор вот этот переход да ставим сначала сначала ставим соль ля бемоль а потом трель вот это такие это шоплетовские глубокие трели в басу которые мы встречаем где прямо эту трель мы встречаем в бедурной сонате да 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 вот она там есть трель вот она здесь проскальзывает такой разговор с бедурной сонатой вроде бы незаметные но существенные да тоже такая смертельная трель поставили сначала друзья поставили вертикаль потом трель поставили то есть сначала взяли и потом трель и вот этот переход друзья вот этот такт очень интересный такт перехода к репризе давайте посмотрим как он написан у Шуберта вот это шубертовское насколько это возможно здесь увидеть это очень интересно со многих точек зрения что мы здесь видим в этом вот я даже сейчас специально ради этого такта я вот так вот сейчас чтобы было понятно вот я так делаю нас интересует только вот этот такт перехода к репризе это шубертовская рукопись вот так вот 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 здесь много интересных подробностей во-первых смотрите во-первых вот это лига лига вот эта лига вот эта лига она не от до бемоля хотя все и Гизикинг и Эпштейн из Брайтков издательства вот где он у нас где он у нас вот он здесь да да понимают эту лигу как соединяющие два до бемоля значит это до бемоля не повторяется хотя лига вот она вот начинается откуда-то отсюда да да и вот еще тут как-то это выглядит в общем здесь есть некоторый вопрос ну ладно будем считать что так да будем считать что так что это связано с тем что нотка не повторяется дальше смотрите какую фирматищу пишет Шуберт фактически фирмата поставлен на весь на последнюю долю а доля у нас здесь половинка да значит как понимает это Эпштейн из Брайтков он понимает что поставить да выглядит совсем иначе обратите внимание как у Шуберта как выглядит издательство Брайтков да фирматка ставится на нотке этой и потом фирматка ставится на нотке вот этой а Гизикинг Гизикинг тоже а Гигинга иначе он ставит фирматку здесь потом фирматку на последней ноте и в скобочках ретенута и вот мне кажется что Гизикинг здесь точнее прочитывает намерение Шуберта потому что Шуберт в данном случае обратите внимание ставит фирмату на всю вот эту группу то есть фирмат обозначает торможение времени в целом поэтому конечно Гизикинг вариант ближе к этой интересной записи Шуберта которую явно ставят фирматы не над конкретной нотой нигде не на до бемоли а прям буквально на этой части такта и это очень интересная функция фирматы которая обозначает на самом деле момент рубата в да агогическое это агогический знак причем агогический не локальный и не точечный а на целую группу а вот дальше смотрите что еще что еще интересно в этом такте дело в том что в среднем в среднем голосе смотрите что пишет Шуберта так это ведь не половинка вот он здесь у нас смотрите половинка половинка как дважды причеркнуто С да везде у нас удвоенная как бы так на 4 четверть поэтому редакторы ese'. пишут здесь половинку здесь половинку здесь и здесь половинку а у Шуберта это четверть явно черненькая нотка вот эта группа это шестнадстый и тоже а здесь четверть И вот эти нотки, вот это ми, дубль, бемоль, и вот это ре, бемоль, тоже написаны черненькими. Вот это очень интересно. Это показывает о том, что отношение к длительствиям было не совсем математически, так сказать, однозначным. Что Шуберт, на самом деле, вот то, что понимается здесь как лига, вот это вот, на самом деле, учитывая, что здесь черненькая, здесь черненькая, здесь черненькая, что это Шуберт выписывал как 4 шестнадцатых, на самом деле. И это говорит о том, что не все так просто в метроритмической нашей системе, и не все так математически очевидно. Говорит о том, что здесь есть какая-то еще дополнительная информация, я думаю, что связанная именно с агогикой. С агогикой. Но это уже, это уже отдельная проблема. Это очень интересный такт. Да? Ну вот мы играем по гизикингу. И что, поскольку мы приняли, что вот это форцанда на добе моли, и что мы здесь, это значит, что мы должны здесь добе молю слышать. Это значит, что вот эту всю полифонию и вот эту альтерацию мы должны сыграть так, чтобы добе моль сохранился как реальный звук. И это отдельная проблема. Вот мы пришли сюда, да. Вот этот триэль. Взяли добе моль. Остальную. Вот. Вот мы сейчас. Вот добе моль есть. То есть мы должны сыграть. Настолько уйти на три пиана, поднырнуть вот этим всем под дета добе моль, чтобы услышать, и чтобы еще это разрешение его захватило. И я это делаю сейчас без педали, а с педали, наверное, будет еще ярче. Вот я слышу. И сейчас отпущу, и будет добе моль слышно. Вот такая здесь задача. Можно еще. Вот. Вот. Оказывается, можем добиться этого. Да? Ну, с педали, я думаю, что еще. С педали. Берем. Мне не хватает. Вот. Я добиваюсь того, чтобы добе моль был. Вот такая задача здесь при переходе к репризе. Репризу смотрим с педалью. Это значит, что мы здесь выписываем вот такой кружочек, еще стрелочку, чтобы услышать добе моль. А это четыре пиана вот здесь уже. Здесь пианисимо. Здесь четыре пиана. Четыре пиана. Или покриты нута. И вспоминаем, что писал Шуберт. Вот так Шуберт писал. Вот это интересно, да? Опять полифония, видите? Октава, оказывается, переводит сюда. Вот нижний вот этот звук, вот этот нижний звук переходит вот сюда. Отсюда полифоническая запись. Но, наверное, не нужно повторять это. Я думаю, что если бы это для квартета было переложено, Виланчель бы сыграла бы, повторила бы эту нотку. Но в нашем случае не обязательно. То есть мы делаем так. Вот так. Я думаю, что некоторые пианисты повторяют. То есть тут есть тоже некоторая неоднозначность в записи. Я это делаю, не повторяю для того, чтобы не забивать добе моль. Вот у меня были. И ребриза. Смотрим с педалью. Да. На весь такт. И здесь, друзья мои, на весь такт. Не нужно здесь менять. Хотя нога вроде большинства пианистов здесь дёрнется, чтобы поменять. Ни в коем случае. Вот. На одной. Абсолютное доминирование верхнего голоса при педали. Да. Поменяли. Сейчас пока точная реприза. Поэтому рисуем. Сейчас. Вот так нам нужно. Вот так. Будет нам удобнее. Так. Да. Вот здесь мы поменяли педаль. А вот дальше интересная штука. Три варианта есть вот этого места с педалью. Вернее, нет. Это дальше здесь. Сейчас. Здесь вот интересно. Можно. Да. Несколько вариантов. Мы можем сыграть. Два раза поменять. Можно вот такой вариант. Поменять. Только два раза. Можем. Можем тоже два раза. Но здесь не менять, а поменять на секунду аккорде. Ещё один вариант. Возможен вариант. Лёгкая подмена полупедальная на каждый. Красивый тоже вариант. То есть, здесь выбираем педализацию. Напоминаю, что мы сначала берём ре-бемоль. Я так играю. Сначала беру ре-бемоль. И где-то здесь, вот здесь где-то беру второй фа. Чтобы не было вот этого. Вот так. Тогда мы владеем ре-бемоль мажором здесь. Не меняем. Альтерацию не меняем. Так же, как в листе не меняем в первом концерте. Не меняем доминанта. Альтерация доминанта на той же педали. И то же самое у Шопена в доминорном Ноктюрне. Доминанта, альтерация на той же самой педали. Это правило. Одно из правил. При альтерации квинты в доминанте не нужно менять педали. И здесь то же самое. Просто настолько обострённо играем. Вот. Прекрасное звучание. Потому что нужно... Даже не дрожит. Никаких ни четверть педалей, ни половинных педалей. На глубокой педали. Вот. Вот. Напоминаю. Играем это пиано. Эспрессиво. А здесь пианиссимо. И слышим ещё вот эти квинты гениальные. Бурдоны эти древние. И здесь тоже. А вот здесь интересно. Здесь можно сыграть целиком. Ну, здесь понятно, что такая педаль. Здесь понятно, что целиком. Здесь всё. Здесь меняем. Здесь, здесь, здесь меняем. А вот здесь можно сыграть целиком на одной. Первый вариант педали. Вот мы играем. Отлично звучит на одной. И меняем. А можно располовинить. И что нам даёт, если располовинить? Если мы берём половинную педаль, то здесь возникает очищение баса, который мы держим. Что даёт полифоническое. Тоже интересный вариант. Вот, молитесь, я взял, очистил, и у меня появляется вот этот робемоль здесь. Полифонизация. А можно опять четверть педалями на каждой. Здесь, здесь, здесь. То есть вариант большой. То есть у нас три варианта. Все три варианта хороши. Выбирайте. Дальше пошли. Да. Дальше. И вот дальше идёт очень интересная вариация. Важная вариация вот этого места в начале. Как шубер гениально полифонизирует. Давайте смотрим в экспозиции, как в первой части. Вот так вот с позиции. Что делает шубер здесь? Он добавляет этот голос, добавляет этот мотив плача, до бемоля. И здесь тоже, его же. Обратите внимание, тут везде арт-куляционная лига. И здесь арт-куляционная лига. Это вот различие очень существенное. Поэтому здесь слушаем этот средний голос. В отличие от более простого варианта в первой части. Значит, в репризе до бемоль слушаем вторым пальцем в лев руке. И слушаем это и вот это появление этой восьмушечки, которая должна быть точно вот здесь и выразительно сыграно. Полифония, опять же. Накшлаг есть хороший, да. А вот здесь интересная педаль. Ну, здесь понятно, какая педаль. Здесь по басу. Бас. Здесь тоже понятно. Здесь так. 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 Сейчас посмотрим. А здесь тоже интересно. Здесь понятно. А вот здесь вот такая педаль. Вот такая. Вот. поменяем. То есть, меняем на ду бемоле и на ля бемоле. А здесь не меняем. Только вот здесь. Вот с таким перехлёстом, да. Дальше. Поменяли. Поменяли. Взяли. Сначала взяли. Сначала взяли. Потом три. Поменяли, да. А вот здесь тоже с перехлёстом. Потом поменяли на вот здесь. А дальше не меняем. Это всё сознательно нужно. Поменяли, а здесь не поменяли. Единственное, почему я, например, могу здесь поменять опять, если я захочу слышать отдельно этот голос. Вот смотрите. Тоже два варианта. Вот. Вот один вариант. Здесь меняю. Поменял, а здесь уже не меняю. Вот такая. Вот такой вариант. Или другой вариант. Поменял, и здесь тоже поменял. И вот тогда у меня вот это. Только это вертикально. Это очень красиво. Поменял, и поменял, и услышал этот вертик. Тоже очень тонкий, красивый вариант. То есть я вот вариант полный, шопеновский, я бы сказал, вариант. А вот другой вариант с еще один. С тем, чтобы слышать вот это. Просто вот это двуголосие услышать. Это очень красиво. Да. Меняю и меняю. Слышал двуголосие, пошел, да. А здесь уже точно не надо менять. Не надо менять. На той же. Никаких дрожаний ноги, полупедаль, никаких. Через тактовую черту. Поменяли. Поменяли. Да. Полифония, друзья мои. Полифония. Квартетное письмо. Но при этом звучит, конечно, чисто фортепиано. Здесь все тоже внутри четверочки мысли себе с парами. Это красиво, но не отменяется четверочка. Все равно можно не менять, кстати. вот такая более шопеновская педаль, более романтическая. А можем поменять. А можем не менять. Выбираем. От залов зависит, кстати, тоже. От рояля. Поменял. Это более шубертовский такой вариант. Ближе. Помню, что это писалось практически еще при жизни Бетховена. Вот что удивительно, да? Шуберт пережил Бетховена на год всего лишь. Если поменяли. Поменяли. Хотя Бетховен был сам смельчак в педализации, как вы знаете. Поэтому отсылка к Бетховену нам тоже ничего не дает. Мы знаем в Авроре, да, какие педализации у Бетховена. Ничуть не менее смелые, чем у Шуберта или у Шопена, да? Что я делаю здесь предвосхищающий пас? Чуть-чуть придерживаю его здесь вот так. Как бы четверть, потом отпускаю и вот так, чтобы контролировать чистоту. и вот здесь вместо разрешения, которое в начале, вместо разрешения в соль моё мажор, прерванный каданс в четвертой ступени. Потрясающе. Ждём разрешения, а он гениальный вот этот прерванный каданс. И эти терции гениальные, волторновые терции, да? Смотрим дальше без педали, хотя вот здесь тоже будет важная педаль. Смотрите. педаль-педаль, альтерация на той же самом педали. Сначала без педали. В телефоне всё. Вот без педали, да? Теперь с педалью. Поменяли. Не меняем. Просто очень хороший акцентик. Не меняем. поменяли. Зато здесь идеально чисто. Поменяли. Поменяли. Здесь по парам явно. Здесь поменяли. Здесь. Здесь. Полифония. Никакой суммарной игры. Да? Здесь можно ещё добавить вот такую лигу. ни какой-то полифония влево руки и другой голос. Всё выстраиваем как в бахе. его сюда. пришли сюда. Да. Сейчас идём и смотрим. Смотрим. Сейчас. Да. И вот прощальные, гениальные модуляции, вот такие, это у нас что, друзья мои, это у нас, поскольку мы находим соль-моль-мажоре, вот такая удивительная гармония, причем первый раз, обратите внимание, он пишет, первый раз он пишет альтерацию, да, то есть это минорная, минорная альтерированная четвертая ступень, до-бемоль-минор, вот он до-бемоль-минор, дворая доминанта, очень важная, и каданс, возвращайся на левую, синкопус обязательно, полифония, полифония в левой руке, и вот, а второй раз он что делает, видите, он меняет ангармонический, ангармонический вариант, здесь си-минор, чтобы прийти в соль-минор, и потом опять вернуться через двойную доминанту, вернуться, ему нужно уйти здесь в далекую тональность, это гениальное, совершенно, конечно, тональное решение шубертовские, немыслимые до него, да, Витховен подбирался, конечно, такого рода модуляции, и вот здесь до-бемоль оказывается ми-бекаром таким, и вот мы в си-минор пришли, и мы должны очутить разницу, с точки зрения нот, вернее, с точки зрения чистого звука, чистого акустического звучания, как бы нет никакой разницы, но по нотами здесь до-бемоль-минор, а здесь си-минор, и это другая краска, совершенно другое состояние, си-минор мы знаем, да, какую семантику имеет, трагическую, смертельную, да, в отличие от до-бемоль-минора, кстати, здесь можно, кстати, не менять на секундаккорде, можно не менять, можно и вот я не меняю, и вот си-минор, вот такой особенный, причем сначала берется вот это, как бы омажоривание, и потом минор, и вот мы поворотся вообще в предельно далекую тональность, напряженный до-бюкарн, и пришли в секс-наккорд, соль-минорный, это удивительно, то есть это, друзья мои, вообще-то на самом деле, это альтерированная первая ступень, вот что поразительно, альтерация первая, первая альтерированная, минорная, то есть у нас основная тональность, соль-моль-мажор, а соль-минор, это альтерация первой ступени, это поразительная, конечно, находка, и он выписал именно, ему нужно было, именно такая модуляция была нужна, пришли, почувствовали, что это си-минор, в отличие от этого до-моль-минора, я думаю, что как здесь мы можем это почувствовать, опять, здесь смело приходим, он пишет, кстати, крещендо, да, здесь он тоже пишет крещендо, но я думаю, что вот на самом деле в этом случае крещендо нужно отнести чуть попозже, вот сюда крещендо, берем ту же самую идею крещендо, для чего? для того, чтобы наш си-минор прозвучал иначе, чем до-моль-минор, значит, первый раз ведем, пришли к до-моль-минору, пришли к до-моль-минору, пришли, вернули, пьянисима, идем мы, крещендо, и вдруг субито, то есть крещендо вот здесь нет, сохраняем крещендо, здесь берем субито, пьянисима, чтобы слышать си-минор, и дальше делаем крещендо, вот такой вариант, крещендо, субито, пьянисима, трагический соль-минор, и все просветление, последнее смертельное, и нежность в конце, да, да, вот это, да, вот это появление, это уже благословение, благоговейный, прощание и одновременно благословение жизни, вот это и рц-1, и пришли три пьяно, ничего не меняем, Не меняем, не меняем, потом поднимаем, очищаем и еще раз нажимаем. Вот это интересный вариант педализации, предлагаю. Вот такая большая педаль, здесь еще педаль, потом вот здесь она меняется, то есть, чтобы вот эта половина такта сначала очистилась и потом была подержана педалью и полифонию. Не забываем про полифонию, да, и вот такой благодарственный гимн, да, здесь в конце жизни. Вот это, да, поэтому здесь педализация, держим, педализация здесь вот такая. Ри-ри, здесь поменяли, а здесь можно ри. А здесь можно не менять, а можно и поменять, если хотим вытащить вот эту синкопочку. Сейчас. Можно и поменять. Видите, у нас есть сразу несколько вариантов. Если хотим полифонию и синкопы вот эту услышать вот здесь, можно поменять здесь, да. А можно на одной, а можно оба раза по-разному сыграть. Можно сыграть здесь, вытащим. И, скажем, вот здесь на одной, вот вам, пожалуйста, у нас, поскольку у нас похожие полифония в левой руке, первый раз можем на одной сыграть, второй раз подменить. Тогда здесь, да, а здесь вот, и понятно, что здесь, а вот здесь подменим. И тогда услышим здесь вот ри-би-моль этот. Я думаю, второй раз хорошо. Здесь первое на одной. Вот это на одной. Подменяли. А потом. Или наоборот. Сейчас. Пожалуй, наоборот. Пожалуй, здесь точно меняем, а здесь целиком. Вот из-за этого выхода на нонаккорд. Сохраняем нонаккорд. Вот в чем дело. Потому что если мы здесь поменяем, нонаккорд исчезнет. А здесь септ-аккорд допускает. Вот. Поменяли. Выдачили полифонию. Здесь поменяли. А здесь не меняем. Ну, на аккорде он сохраняется. Вот он сохраняется. И вот дальше. Взяли. А здесь. Все внутри. Никаких арпеджи. Все произносим. Да. Не меняем. Не меняем. Поднимаем педаль. Очищается все. И поддерживаем. И на бесконечность. Вот вам тип работы. Да. Наверное, еще много тонкостей можно здесь найти. В этой абсолютно гениальной. Свет и одновременно смертельность. Да. Радость встречи. И радость абсолютного прощания. Вот такой Шуберт. Продолжение следует.